Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, на экранах рубрика разоблачения фейков в пабге. В ней мы с напарником проверяем и разоблачаем странные и подозрительные видосы по пабмобайлу со всего интернета. А главное пытаемся понять, фейк перед нами или же нет. В общем как всегда будет очень интересно, так что наливайте самый вкусный чаёк, устраивайтесь поудобнее и да, большая просьба к вам. Написать комментарий под роликом и поставить лайк, это очень хорошо продвигает видосы. Ну а мы начинаем. Ко мне часто обращаются подписчики с просьбой посоветовать телефон, который потянет современные шутеры и другие игры. И вдобавок не сильно ударит по кошельку. И вот наконец у меня появился ответ. Знакомьтесь с потенциальным бестселлером 1023 года от Poco, Poco X5 Pro. Это отличный выбор для тех, кто хочет производительного монстра в среднеценовом сегменте. Смартфон оснастили всем чем необходимо, и это настоящий уровень Pro. Гибкий дисплей 6,67 дюймов, флоума LED 120 Гц, Full HD+. Основной модуль камеры 108 Мп с поддержкой 4К и, что немаловажно, аккумулятор на 5000 мАч. Чтобы в самых важных моментах матча телефон вас не подводил. А если вы все же забыли подзарядиться, то турбозарядка 67 бат быстро исправит эту проблему. И конечно мощный процессор Snapdragon 778G позаботится о том, чтобы вы играли комфортно в любые новинки. В общем, в нем есть все флагманские функции, и соотношение цены и качества действительно поражает. Кстати, про это. В магазине CityLink с 13 февраля по 12 марта действует специальная цена на эти смартфоны в честь старта продаж. Я сам закупаю с техникой только в CityLink, ведь там есть компьютеры и ноутбуки, смартфоны, гаджеты, аксессуары и многое другое. Даже товары для автомобилей есть. Так что переходите по ссылке в описании, выбирайте свой товар мечты на CityLink. А мы продолжаем. Первое видео на сегодня из мобильного пабга и, к слову, из официального тиктока разработчика. Однако что-то наших зрителей в нем смутило, раз меня под ним отмечали. Так что давайте посмотрим видос, обсудим с напарником и полетим проверять. Короче, с Санком это точно работает, потому что там мы это проверяли. Вот, можем даже еще раз подтвердить на всякий случай. А вот со вторым я не знал, что он такой есть, что можно вот эту Венецию... Что ее можно проехать прям насквозь. Ну, подожди, это типа так просчитаны текстуры, что можно на машине поехать. Да, да, это типа вот такой какой-то путь, такой, знаешь, типа текстурный, по которому можно проехать и ты не утонешь. А если чуть-чуть свернешь, то уже утонешь. То есть такая как бы подводная нычка. Звучит как правда, это знаешь, это как этот был фильм-то. Нет, чувак, у нас зрители не поймут этот фильм. Ну, а все, отмена тогда, да. Он 60 какого-то года, ты что? Да, но мне кажется, что это вполне рабочая схема. Я тоже думаю, что со вторым не фейк, должно работать. Погнали. Так, ну сходу смотри, я уже как знающий чел, как уже делавший чел. Это было вот здесь, вот на карте, показываю. В сторону Paradise Resort. Сейчас прям сходу так залетим. И продемонстрируем, что это тут должно работать. По крайней мере, это работало, ну вот, годик назад, наверное. Вот так вот берешь, вот так вот. Так. И поехал вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, не добилу, произошло. Не-не-не, это что-то. Что-то, что-то не то, подожди. Джаба подтолкнуть? Что-то, что-то не то. Видимо, надо было левее держаться, видишь? Легу, я и увидишь. Да-да-да, вот уже. Вот он всегда туда, и съехал фраер. Ёлки-моталки, утопил машину. Ничего, ничего, у нас старая есть. Пошла к одну. Зато будет ориентир, куда заезжать не надо. Причем, кстати, там в комментариях некоторые писали, что это, типа, от скина зависит. Что чел так проехал, потому что у него скин был крутой на машину. Но это вообще, типа, не так работает. Тут скин прям ни при чем, абсолютно. Скины решают, Илья, ты просто не в курсе. Не, вообще не решают. А так берешься вот на этой колхазанской машине, проезжаешься. Так что, первый случай точно не фейк, а вот что со вторым, погнали пощупаем. Так, ну смотри, вот оно, в принципе. Место, кстати, очень удобное, я прям съезд с дороги и чисто срезаешь, получается, вот прям до руинцев. Ну, понятно, понятно. Да, я лично, когда играл, Нубик, я бежал через мост, я не знал, что здесь можно так сделать. Давай попробуем. Давай. Пока бодрый идем. Пока бодрый. Не без этого, не без этого. Так. Во, во. Во. Ну, кстати, здесь уже нормально. Хороший способ. И что, обратно тоже так можно с руинцев доехать? Ну, как говорится, чья бы карава мучала. Это ты к чему такое? Так. Смотри, с обратной стороны тоже выезжаешь. Короче, да, теперь можно этот. Все, Илья Сяник закрыл сквозное движение через Венецию. Можно спокойно проезжать вот в этом месте. Организовываем дорогу, перерисовываем карту разработчики. Дамы и господа, не подписались на канал, ошибка. Не поставили лайк, фатальная ошибка. Как вы сами убедились в обоих случаях, такой вводный лайфхак отлично сработал и ролик не фейк. Так что настоятельно рекомендую брать на заметку и пользоваться этим объездом в катках. Ну, а мы идем далее. Второй видос на сегодня, также из тиктока, и у нас тут снова мобильный папк. Без лишних слов смотрим, что там, и вылетаем на проверочку. Блядь, серьезно? Я вот вообще не понимаю, что происходит. Как, во-первых, они туда залезли. Во-вторых, как дача не падает, типа, точнее баги. Что происходит? Надо понять. А как они на баги? У меня есть, типа, предположение, как это можно сделать. Но, все-таки, мне вообще-то склоняется, что какие-то читы здесь прям замешаны. Подожди, во-первых, там же у трубы, типа, она же не вся такая, там же стойки идут. Перекладина внизу, как она по перекладинам туда заехала? Да вот, я же говорю, в этом-то и проблема, я не знаю. Давай попробуем. Смотри, есть одно предположение, как это могло быть сделано, как это можем сделать мы конкретно. Я знаю, как залезать на вот эту вот трубу на баги, на левую. Разгоняемся. И нам нужен вот тот осколок. Мы на него заезжаем. Вот так вот, вот так вот. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Габелла. То есть, моя идея в том, что мы можем здесь так дать круга и проверить вообще, катается он так или нет по кругу. Потому что я, честно, не знаю, как на ту трубу залезть, как это вообще можно организовать. Вот прям понятия не имею. Давайте, если опять же у кого-то из вас получится это сделать легальным способом, скиньте нам видос. А мы пока проверим на этой трубе. Да, было бы очень интересно посмотреть. Так, вот мы заехали. Угу, угу. И можем спокойно здесь кататься. То есть, примерно такая же логика насчет внутреннего радиуса. Вот, катаемся. Прилипшие к трубе. Ой-ёй, чуть-чуть заносит, но ничего страшного. Труба скользкая. То есть, вот, видишь, вокруг можно проехаться, типа, точно. А тут уже все... Понял, но как попасть в большую трубу? Да, Артём, это вопрос потайной какой-то, типа. Я не знаю, как сюда можно попасть. Вот прям, вот реально даже не могу предположить. Очень, очень. Нужно как-то стоп-рот зацепиться за неё. То есть, каким-то трамплином. Но тут нет этого трамплина, вот в чём дело. Значит, можно попробовать по внутреннему радиусу покататься. Сейчас мы с тобой залезем. Вот сюда, например. И пробуем сюда вот перебраться. Ой-ой-ой-ой. И поехали. Удачи в поисках передачи. Ой-ой-ой-ой. Да вплотина. Ну, короче, по трубе внешне можно проехать. Мы в этом убедились. По кругу прям, круга, да. А вот как это сделать внутри? Ребята, напишите в комментариях. Пока что ставим фейк. Я думаю, что это читы по-любому. Какой-нибудь, не знаю, там, флаймод. Или что-то такое. И именно большой, целой трубы. Сломанная труба, это понятно. Это хорошо. А вот та труба полная, целиковая, вот там. Я думаю, это читы какие-то. Потому что, типа, вот я не могу представить, используя какие возможности игры, так можно сделать. То есть, ни ракетница, ничего. То есть, ей ничего не поможет. Вот поэтому, ребят, не знаю. Давайте напишите в комментариях. Прислушаемся к вам. Но пока что фейк ставим. Может быть, кто-то объяснит. Может быть, кто-то что-то нам покажет, расскажет. Так что ждём, но предварительно оценочка у нас такая. Но по итогу у нас осталось больше вопросов, чем ответов. Не сомневаюсь, что физически это работает. Но вот как загнать туда баги, остаётся загадкой. Пишите в комментариях, если знаете. Ну а пока ролик фейк. Идём далее. Ну и какой же выпуск, без китайских видосов. На этот раз перед нами сравнение пушек. И кажется, я знаю, чем оно закончится. Смотрим, обсуждаем и вылетаем проверять. Ну, подожди. Иероглифы сверху как бы всё объясняли. Наталкивают на мысль, да, что что-то тут не так. Да, что-то тут не так. Смотри, мне вообще кажется, что вместо АВМ у него калаш типа в руках. И, по-моему, тут верхняя кромка, это вообще не АВМ. Подожди. Какой-то вообще фейк. Как-то АВМ стреляет как-то через чужо слабо. Ну тут в этом-то и прикол. Она как бы тоже должна баншотить, по идее. Да, это как-то не. Какая-то дичка какая-то. Ну, давай проверим, что найдём АВМ. Мне кажется, это враньё всё. Так, ну и проверяем. Убираем всё. У меня всё третье одето. Давай. Ваншот, как на видосе. Поговорили. Всё чётко. Так, давай, я готов, давай. Так, теперь корячок. Смотрим. Раз. Два. Всё правильно. Ну и теперь самое сладенькое, АВМ. Так, ну и спустя два часа, наконец-таки, АВМ у нас в программе. Да это ваншот. Ну это и ежу понятно, что сейчас будет ваншот. Ну, либо ваншот, либо максимум два выстрела. Ну да, да, да. Ваншот. Наберёмся. Изи. Прям, типа, спокойно. Вот это фейк получился неожиданный. Дискредитировать, короче, АВМ хотели. Но, мне кажется, это всё-таки был мутант. Типа, давай пробуем его сейчас сделать. Там, мне кажется, сразу должно быть четыре выстрела. Так, ну то есть было примерно как-то так. Он берёт, типа, АВМ. И вот так вот струячит, значит. Раз, два, три. Да даже тут три. Я не знаю, с чём он там стрелял вообще. Ну, короче, это фейк. Просто, блин, обосранный, типа. АВМ точно четыре раза не может стрелять в голову. Да, вообще, ни капли. Просто ваншот и всё. Так что фейк. Вот всегда, когда в сравнении оружия, там какая-то хрень. Вот прям почти всегда. Ролик оказался полнейшим фейком, ведь АВМ, как и АМР, легко ваншотит третий шлем. Так что не доверяйте всем сравнениям оружия. Ну, если что, зовите нас. Идём дальше. Ну и последний ролик на сегодня, где нам что-то говорят про 30-40 челла в каждую катку. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Так что смотрим и проверяем. 30-40 человек, и так каждую катку. Я не знаю, что именно это веду, но походу, типа, что там выживать прикольно. Значит, у нас тут опять труба Reborn, так скажем. Угу. Теперь на заводе. Вместо обычного дымоходика. Дымоход, дымоход, сколько стоит шмот? Я думаю, сюда можно залезть. Вот такой диаметр, такой мощный. Видно, что труба... Диаметр с крюками. Да. С крюками это гораздо легко. Тут труба проработанная такая. Должно всё работать нормально. Мне кажется, что это не... Надо пробовать, проверять. Ну, это уж так кажется. Ну, во-первых, я тут уже немножечко это... Прямо на поребрике, на парапете, грубо говоря. Что, Lexus запарковал? До типа. Но я не перепрыгнул туда за бордюр. А вот теперь перепрыгнул. А, ну... Спасибо, ты выкинул меня. Тут только на одно место. Теперь слишком близко. А если отсюда перепрыгнуть? А нет, не получается уже. Слушай, ну, кстати, это прикольная такая позиция. Довольно-таки имбовая. Ну да, а чего вот так запрыгнул? Вот так вот смотришь, всё просматриваешь здесь. Всё видно, всё чётенько. Ну, я не знаю, можно отсюда убить типа кого-то? Да можно, а чего нет-то? Думаешь, можно? Ну, в целом, да, типа. Мне кажется, здесь просто вариант... Хотя нет. Видишь, подходишь к этому... Ну да, я же про тебя и говорю. К стенке прицел блочится. Только если там на дуге кого-то пострелять. А так просто отсидеться можно, а потом уже вылезать там и наяривать. Ну да, ну да. По всем. Не фейк получается. Получается так. Хаешечки вот можно по... Понимаю. Побросать. Короче, берите на заметку. Нычка и правда рабочая. Так что пока до окончания ивента остались считанные дни, можно взять на заметку. Ну, а на этом у нас сегодня всё. Такой получился видос, если вам понравился, был для вас интересным, полезным. И вы поставите лайк и напишите комментарий в поддержку канала. А с вами был я, Илья Икей Сеникс и немножко приболевший Артём Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.